Я к космосу отношусь как к святости, потому что космос — это всё, то, что нас окружает, то, что у нас внутри и то, что безначально и бесконечно. Безначально и бесконечно — это творение какой-то причины, которую человечество не знает, почему он есть и где его начало, где его конец. Сейчас лучшие умы по этому вопросу спорят, ищут решения и так далее. Ведь что такое космос? Это сумасшедшая энергетика. Но надо взять эту энергию, понимаете, чтобы ей научиться управлять. Там море солнечных лучей — это тоже энергия. Ведь земной шар существует, потому что есть солнечные лучи. Это энергия. И вот если мы будем иметь... Ведь, понимаете, когда крестьянин идёт в лес, то он не несёт с собой наверху на плечах ветки для топлива. Он ветки берёт из лесу. Поэтому мы в космосе находимся в лучах света. И если мы сумеем свет превращать в электроэнергию, и на электроэнергии могут работать двигатели, мы не берём этих баков, которые мы заправляем там всякими топливом, водородом, кислородом и пятое-десятое. А если мы научимся, понимаете, так вот эту энергию извлекать из солнечных лучей и других там, значит, облучений, которые человечество испытывает, это же, ну, нельзя сказать, что это дармовая какая-то, но это вечный двигатель, по сути дела. Но это Циолковский тоже об этом говорил по поводу энергии? Так, конечно, не только Циолковский. Все умные люди, которые этим занимались, потому что если мы будем туда тащить банку с керосином, с бензином, это глупо просто. Что такое, значит, энергия Бурана? Это система, которую мы создали более 30 лет тому назад. Так, и мы показали, что мы можем выводить за один пуск, значит, где-то порядка там 105 тонн вот в этой модификации, которая вот у меня за спиной там стоит. И могли до 400 тонн за один пуск поднимать в космос на опорную орбиту. Это была сверхтяжелая ракета, и она очень нужна. Я хочу тоже полететь в космос и хотел бы, так сказать, чтобы наши медики поставили эксперимент не только тренированных, хороших ребят, а вот уже в моем возрасте слетать в космос. Я бы с удовольствием... Я буду обращаться по этому вопросу. Я не шучу. А куда обращаться? Ну, нужно будет согласовать с руководством Роскосмоса и выше там... То есть вы готовы в космос лететь? Да. Да. А почему нет? А вдруг не вернетесь? Я буду считать за честь, что я там остался. Серьезно я вам говорю. Все зависит от того, какая будет экспедиция. Я согласен и на орбиту слетать и вернуться. Я согласен и улететь, и там остаться. Ради эксперимента? Да. А почему бы нет? Вы думаете, это брава, да нет? Я искренне это говорю. Вы поймите, ну, что меня ждет? Ну, дай Бог, если я доживу до 100 лет. Ну, это предел, понимаете, так? 100 лет активной жизни – это уже нереально. Так. А я улечу туда, то есть тут осталось там 15 лет. Ну, не будем считать. Так. Не принято так. А я там останусь. Ну и что? И я хоть пользу какую-то принесу, потому что там остаться. Что будет с телом, если я сгорю? Ну, и Бог с ним. Человек, кстати, тоже… Человеческая жизнь тоже будет продолеваться. Вот сейчас мне 85 лет. Я чувствую еще мальчиком себя, так? А я хотел бы до 1000 лет жить. И биологи, человеческие биологи найдут средства, как это стимулировать, понимаете, так? Я верю в это дело. Я не сумасшедший, но я верю. Так же, как и космос. Надо верить в это дело, иначе смысл в жизни теряется. Если не мечтать, не верить и не бороться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!